Приют для околомаргинальных личностей появился в Белых Росах. Пьяные и неопрятные мужчины наводят страх на женщин и детей. Заходят в подъезды и просят телефоны. Как удалось открыть такую гостиницу и могут ли жильцы избавиться от неприятного соседства, разбирался наш корреспондент. У вас хостел там на углу. Скажите, кто там живет? Не знаю, какие-то бомжеватые люди. Бомжеватые постояльцы наводят ужас на жителей Белых Рос. В 41-м доме на Ирегинской набережной на первом этаже открылся хостел, который впору назвать ночлежкой для околомаргинальных личностей. Открылось что-то непонятное. Приходят непонятные люди в нетрезвом состоянии. Мужчины. Страшно за детей. В чатах были сообщения, фотографии, что люди заходят. И прям девушка написала, что прям за ней шел. Зашел он за девушкой в лифт и спросил, на какой этаж она едет, однако сам кнопку не нажал. Всю поездку подозрительный спутник стоял и пристально разглядывал жительницу, а потом вышел за ней. Я бежала до двери с выпученными глазами, а он, видимо, ушел на лестницу. И подобных сообщений массу. У кого-то неопрятные постояльцы просили телефон, кого-то пугали своим нетрезвым видом, стоя в лестничном пролете или у лифта. Люди ходят, ходят. А что там, может, магазин, может, ночлежка. Магазин здесь был три года назад. Сейчас, по всем признакам, это ночлежка или работный дом. Жильцы говорят, постояльцев днем встретишь редко. Появляются они уже затемно. Я видел пару раз, как мужчина заходил и закрывал людей. Люди заходили, он закрывал, на ключ уходил. Люди пытались обсудить проблему с представителями ночлежки, но пока безрезультатно. Я на седьмой раз это слушаю. Зачем? Вы меня обманули. Я вас обманула? Или вы меня как недоинформировали? Сотрудники ночлежки, по примеру своего руководства, общаются неохотно и отрицают, что их постояльцы кому-то мешают. Здесь просто хостел все. А, кто здесь живет? Люди, которые работают. А мы можем зайти посмотреть? Как бы там ни было, на приличный хостел это мало похоже. За стеклянной дверью валяются на входе мешки, доски и мусор. В этот хостел смогли попасть юристы, управляющие домом компании. Они воспользовались правом требовать допуск в помещении и пришли с проверкой. К нам в управляющую компанию поступило обращение от жителей дома 41 по улице Юрегинская набережная. С жалобами от каких-либо нарушений, касаемо общедомового имущества, обнаружено не было. А что касается наличия в нежилом помещении предметов, которые свидетельствуют о проживании большого количества людей, да, действительно, там это есть. Ночележка располагается в квартире. По закону в жилых помещениях нельзя оказывать гостиничные услуги. Владелец сделал хитро, переоборудовал квадраты в нежилое. Просто по желанию прекратить деятельность того или иного предприятия в нежилом помещении, в многоквартирном доме нельзя. В этом помещении должна быть соответствующая звукоизоляция. В этом помещении должен быть отдельный вход. Люди, которые посещают это помещение, не должны заходить со двора или через подъезд. А в этом помещении также должны быть предусмотрены все необходимые меры пожарной безопасности. Одно условие – отдельный вход владелец выполнил. А вот соответствуют ли требованиям остальные пункты, пока непонятно. Поэтому жильцам следует обратиться в надзорные органы, Роспотребнадзор и прокуратуру. Елиси Савлюк, Виктория Мартоник и Дмитрий Комаров, 7 канал.